Смотрите, у нас сегодня, наконец, мы приближаемся к тому моменту, когда домашние задания будут подотчетными. Они будут очень простыми, но их нужно делать. Это, главным образом, нужно для того, чтобы у нас был некий протокол того, как мы занимались в течение семестра. Ну и для того, чтобы были какие-то практические вопросы, потому что я так призывал всех записываться в нашу группу в Конташке, но мне кажется, что активность там никакой. То есть обычно люди, когда что-то делают и что-то не понимают, у них возникают вопросы. А если ничего не делать, то вопросы не возникают. Так что домашние задания нам нужны, в первую очередь, для того, чтобы эти вопросы начали возникать. Иначе они возникнут все в конце, и это будет неинтересно. Пока этот компьютер нагревается, у него очень прыгает мышка, потому что у него битый сенсорный экран. Надо было выключить, конечно. Вот. Что-то у нас не так много народу. Нет, 38 человек записалось. Только никто не спрашивает ничего. Ну ладно, я же говорю, если домашних заданий нету, то спрашивать тоже нечем. Вот. Всех остальных призываю присоединяться, и давайте продолжим. Значит, 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 так. Да. Я сегодня буду перемешивать, как обычно, две темы. Это тема, собственно, наш ТК и тема ГИД. Вот. Я не знаю, мне кажется, что начать с чего-то одного, а потом еще раз это показывать пальцем не очень интересно. Мы лучше побольше разберем, а практические штуки будут появляться по ходу. Значит, первая практическая штука, которая появляется по ходу, это гид-репозиторий, который я опубликовал на гитхабе. Вот он. С нашими прошлыми заданиями. Вот он называется экземпл-3. Этот самый экземпл-3 – это… Уйди отсюда. Примерно то, что мы с вами разбирали на лекции. Сейчас мы это посмотрим, заодно попрохлескуемся в гиде. Сегодня по части ГИДа мы будем смотреть на то, как работать с удаленными репозиториями, с публичными, своими и чужими. Ну, разумеется, с… Извините. Разумеется, с чужими вы особо-то работать не будете, вы будете только к ним, ну, как-то относиться, да, там, например, копировать оттуда деревья. Дерево, ну, то, что называется, бранча. Вот. Ну, главное со своим. Вот я завел репозиторий на сайте гид-хаб. Видимо, мы будем работать с гид-хабом. Если у кого-то есть сильные противопоказания против гид-хаба, вы работаете где хотите, единственное требование, чтобы у вас был публичный репозиторий, который я мог склонировать и поработать с ним. Так вот, для того, чтобы начать работать с уже имеющимся репозиторием, мы должны его откуда-то добыть в ад. Если это репозиторий наш, публичный, который где-то опубликован, то необходимость работать с ним на локальной машине возникает ровно тогда, когда вы собираетесь чего-нибудь попрограммировать. Лично у меня в силу специфики работы есть как минимум три рабочих места дома, на факультете и на работе, где в изрядном количестве наклонированы копии одних и тех же репозиторий, в которые, собственно, составляют спецификацию пакетов для нашего хранилища пакетного. Сообщество Альтлинукс. Соответственно, как-то сегодня он особо мерзкий. Соответственно, тот факт, что у вас имеется несколько рабочих копий на разных компьютерах, вообще говоря, ни о чем не говорит до тех пор, пока вы не начнете изменять эти рабочие копии одновременно и асинхронно их обратно запихивать, обратно публиковать. Для того, чтобы склонировать репозиторий, достаточно вызвать команду git-клон. Напоминаю, что на том месте, где вы публикуете репозиторий, скорее всего, он представлен в виде удобном для обмена информацией, когда все объекты наружу, а в склонированном виде у вас на компьютере он будет выглядеть как рабочее дерево каталогов, плюс, собственно, само хранилище, в которое, вот, я обещал не залезать, но мне кажется, залезть. Git — это сетевой протокол, в числе прочего. Вы можете выполнить операцию git-клон из соседнего каталога, а можете и по сети. По сети поддерживается много, не много, но несколько разных протоколов. В частности, есть свой собственный протокол git, вот, а есть протокол HTTPS, который, в который сейчас принято обмазывать вообще все, и в частности, и это тоже. Значит, здесь где-нибудь должна быть кнопочка. Кнопочка заклона. А, достаточно самого вот этого урла, на самом деле. Совершенно не обязательно кнопочку нажимать. Вот. Сейчас, секунду. Ну вот. Вот можно сказать вот так вот, git-клон. Вот это ерунду. Значит, обратите внимание, что в случае гитхаба для простоты сделано так, что URL, по которому вы заходите на веб-сервис гитхаб, чтобы посмотреть, это автоматически совпадает с URL, который можно заклонить в гит-репозиторию. Вот. Это далеко не всегда так. Иногда, ну, понятно, далеко не всегда веб-сайт вашего проекта можно сделать git-клон. Вот. Иногда приходится указывать какой-то специальный путь, но тогда обычно пишут, какой конкретно URL нужен для того, чтобы склонировать. Вот. Что при этом произошло? Создался каталог под названием Python Development 2019, вот, в который скачались все объекты, сколько их там было. Их было 20. Вот. И сформировалась рабочая копия. Давайте мы на нее посмотрим. Значит, она очень простая, она состоит из одного файла. Вот он. А, неправда, она состоит из трех файлов. Гит-хаб при задании проекта спрашивает у вас, какая будет к нему лицензия, и не хотите ли вы написать readme. Вот. Сразу. Это тот readme, который будет виден, когда вы заходите на сайт проекта на гит-хабе. Вот он такой вот. Это просто английская аннотация к нашему курсу. Английское название нашего курса. Вот. Я ее могу и поправить. Это не так важно. Значит, вот тут три файла. Давайте посмотрим историю. История, как видите, я ее полностью переделал. Это я сегодня сидел, делал. Для... Нарушая, как это сказать, обчепленятые нормы, я написал ее на русском. Так обычно не делаю. Мы, возможно, вернемся еще к более серьезному разговору о написании... О написании... Нет? Вот. Мне кажется, чуть-чуть посветлее должно быть уже. Вот. Там все еще видно? Народ. Нормально, да? Хорошо. Мы еще вернемся к вопросу об дисциплине оформления коммит-месседжей. Ну, вот смотрите. Значит, вот их тут сколько штук? Штук шесть. Вот. Как видите, я постарался делать их хотя бы приблизительно похожими на то, что рекомендуется для оформления коммит-месседж, однострочник и многострочник в качестве объяснения. Вот. Почитайте, там содержится некоторая полезная информация в этих коммитах. Вот. И финишировали мы... Финишировали мы вот в такую... Помнится, мы выбирали-выбирали колор-схему и остановились на какой... Вот на такой. Она немножко странненькая, но... По крайней мере, ее видно. Обещал настроить, не сделал этого. Постараюсь в следующий раз все-таки сделать какую-нибудь попугайскую цветовую схему, чтобы все было ярким цветом. Что мы здесь имеем? Мы здесь имеем функцию, которая будет вызываться как callback. Мы здесь имеем две кнопки. Две, кстати, кнопки, которые помещаются в наше окошечко. Мне кажется, вторую кнопку я добавить не успел в прошлый раз. Вот. Мы имеем здесь два варианта привязки callback к кнопке. Такой полный, когда мы говорим, что на событие button1 мы привязываем метод dump, функцию dump. И она нам передаст... Она получит, при вызове, она получит параметр, а именно объект события. И быстрый метод привязки к callback, когда мы говорим, если данный объект активизирован, то есть кнопка, например, нажата, то вызывать команду, вызывать вот эту функцию. И эта функция не получит параметра сомытия, она просто вызовется без всего. Ну вот. Одна кнопка называется button, другая exit. Давайте посмотрим, что получится, если это все запустить. Ну вот они. Вот они. Это кнопочка, которая делает dump, вот эта печать события, а это кнопочка, которая заканчивает работу. Из непонятного, последняя строчка, мы отловили это буквально в последний момент на прошлой лекции, что когда мы работаем, например, с idle, или мы запускаем python-i, это такой постинтерактивный режим. Мы запускаем программу, а отработавши остаемся в питоне, чтобы посмотреть, что там наплодились за объекты. Так вот, в этом самом режиме внезапно главное окно, которое root, продолжает работать и даже некоторые колбыки вычислять. Что, в общем, иногда доставляет не очень то, что нужно доставлять. Поэтому для того, чтобы этого не происходило, в случае, если вы запускаете программу в постинтерактивном режиме, нужно вот этот труд-дестрой. Ну вот, опять же, чтобы не быть голословным, сейчас. Да? Если я скажу вот так вот. Вот так вот. Чего? А, Python 3, естественно. Что я несу? Вот. Все очень хорошо, но проблема стоит в том, что я нажал кнопочку quit. Вот. И у меня, да я даже нахожусь в питоне. Вот. Окошко все еще открыто, и даже колбыки работают. Только вот эта штука уже не работает вся. Его надо как-то руками закрывать. Вот руками оно закрывается с помощью пресловутой команды дистри. Вот. Значит, давайте посмотрим, из чего у нас состоит наш. Наша рабочая копия. Ls-l. Да ничего, тут три файла. А вот если сказать вот так, вот мы увидим еще два файла, которые, вернее, к файлу каталог, как я уже говорил, точка git – это каталог, собственно, с самим репозиторием, полным. Рабочая копия с точки зрения гита – это просто полная копия, на самом деле, хранилища. Вот. А вот каталог файл gitignore описывает, какие файлы не должны попадать… Какие файлы не должны попадать в хранилище, за исключением ситуации, когда вы их насильственно туда прямо вот изо всех сил добавляете. Вот. Этот файл gitignore мне создал GitHub. GitHub лучше меня знает, какие я могу наплодить ненужные файлы. Вот. В частности, кто программирует на питоне, узнает каталог бла-бла, pcash, бла-бла. Это место, куда будут складываться скомпилированные байт-код модулей. Вот. Ну, как видите, тут довольно много шаблонов, файлов, которые, по всей видимости, я не хотел бы класть в репозиторий. С некоторыми из них мы даже встретимся, потому что вот это, например, кусочек тестов, это, например, кусочек интернационализации. Вот. Ну, GitHub уже не первый год занимается такими вещами. Они, наверное, более-менее себе представляют, какие нагенерённые файлы не нужны для хранилища. Это, как правило, всё генераты. Вот. Обратите внимание на то, что вам может случайно прийти в голову назвать свой каталог или файл таким образом, как тут написано, и этот файл не попадёт при простом добавлении к вам в хранилищий. Вот. Так что имейте в виду. Если вы боитесь вот таких непоняток, тут довольно большой список, не создавайте, не соглашайтесь с этим самым, с GitHub'ом на автоматическое создание такого файла, создавайте его сами. Ну, в частности, первая строчка, она, вот, вот, вот первая, где она тут? Вот эта. Это, в общем, правильная строчка. И вот эта правильная строчка. Это скомпилированные файлы PC, PO, PD, которые тоже никому не нужны. Ну вот. Ну вот. Что у нас лежит в ГИТе? В ГИТе у нас лежат какая-то структура каталогов, которые описывают ваши репозитории. Из него, наверное, интересно нам узнать, посмотреть на файл конфиг, который автоматом сгенерился, когда мы склонировали этот репозиторий. Вот это текущая конфигурация нашего хранилища, в которой написано некоторые настройки для работы с самим хранилищем, вот, в разделе Core. Описано так называемый remote. У вас, ваше локальное хранилище может отслеживать несколько удаленных репозиторий. Сейчас один. Вот. ГИТ-ремоут, по-моему, так это описывается. Вот обратите внимание, да, команда ГИТ-ремоут вам его покажет. Вот можно минус в еще сказать. Команда ГИТ-ремоут минус в даже покажет, откуда именно это хранилище remote, в смысле origin, оно называется origin. Вот, откуда это хранилище origin берется. Вот. Обратите внимание, что, и это у нас сегодня еще будет, команда ГИТ-ремоут минус в говорит, что вот у нас есть место, откуда мы забираем исходники, а вот это место, куда мы публикуем исходники. Если вы склонируете мой репозиторий, как полагается в домашнем задании, вы не сможете опубликовать туда свои исходники. Внимание для тех, кто пользуется не ГИТом, а, скажем, с обвершенным или еще чем-нибудь подобным. По умолчанию, если не приложить некоторых усилий, на мой вкус, слегка противоестественных. ГИТ-хранилище используется в распределенном режиме, и такого протокола работы, когда все коммитят в одно и то же хранилище, просто нету, у каждого свое. Помните, да, мы об этом говорили на нашей теоретической лекции. У каждого свое хранилище, и мы пользуемся пул-технологией, а не пуш. Пуш – это всего лишь публикация. Вот. Я надеюсь, я под конец объясню, ну, расскажу workflow, как работать, как склонировать чужой репозиторий в свой. Вот. Итак, ГИТ-ремоут-минус-в нам рассказывает, что сейчас у нас наше хранилище настроено таким образом, что оно забирает вот отсюда и публикует вот сюда. Что, в общем, не мудрено, поскольку я только что оттуда склонился. Вот. Что еще написано в конфиге? В конфиге еще описана ветка по умолчанию, которая называется мастер. Вот. Мы говорили о том, что с точки зрения ГИТа совершенно противоестественное состояние, когда у вас нет ни одной ветки. Потому что ветка – это актуальный на какой-то момент времени снимок всех объектов, которые вы храните в вашем хранилище. Значит, разработка как таковая в этом смысле понимается как изменение объектов в этой ветке. Вместо одного объекта приехал другой, и известно, из какого какой получился. Вот. Но некий фронт, некий срез, да, есть всегда. И он-то есть ветка, а у нас сейчас ветка одна, называется мастер. Вот. Эта ветка мастер привязана к удаленному хранилищу под названием origin. Вот. И удаленный, 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 удаленный ветка тоже называется мастер. Примерно так. Окей. Значит, что-то я хотел рассказать. Я уже забыл. Сейчас, сейчас помню. А, это я немножко поговорил о том, какова там внутренность. Вот. Давайте вернемся к нашему ТК. И введем еще один виджет. Просто ради того, чтобы у нас было их больше. А то одни только кнопочки, это неинтересно. Виджет называется label. Так. Ну, не знаю. TXT равняется label. По-моему, label пишется вот так. Вот. Как всегда, вам нужно указать, внутри какого другого виджета будет этот виджет лежать. Ну, и какой-нибудь параметр из тех, что есть в label, их там много. Это, допустим, текст. Ну, не знаю. Label все-таки. Что-то я торможу сегодня. Вот. Точно так же, как и предыдущие, предыдущие, ой, сори. Это что ж такое? А, вместо escape я нажал на другую кнопочку. Точно так же, как и предыдущие виджеты, они не появятся, он не появится на поверхности того виджета, куда вы его посадили, пока вы ему не скажете, пока вы туда не расположите, не упакуете его туда. Вот. Мы пользуемся всегда, последний, ну, на прошлом занятии мы пользовались упаковщиком, это называется полное имя Geometry Manager, менеджер геометрии. По-русски не знаю, как. Ну, не важно, упаковщик, который называется Grid. Вот. Ну, это, в общем, не очень важно. Потом мы сегодня как раз поговорим про всех, про них. Вот. А пока что, вот, да, давайте посмотрим, что получается. Можно просто вот так было сделать. О! Это просто, лейбл, это просто надпись на прямоугольник с надписью. Да, если кнопочка это штука, которая что-то делает, то лейбл это прямоугольник с надписью. Вот. Обратите внимание, давайте мы сейчас попробуем вот так вот сделать. Это было минус. Шмяк. Вот. Я специально, специально убрал оттуда дестрой, чтобы можно было немножко с этим окошком поработать. Обратите внимание на то, что вообще говоря, у этого самого лейбла довольно много параметров. Ну, правда, их много. Вот. Давайте глянем в какую-нибудь документацию по нему попроще. Где-то тут была простая документация. Вот, например, лейбл виджет. Вот. Потому что мы можем задавать всякий внешний вид этим самым виджетам. Мы можем задавать ширину, границы, цвет какой-нибудь, курсор, который может появляться на ней. Ну, и так дальше, и так дальше. Очень много всего мы можем менять. Шрифт, естественно. Вот. Давайте ради интереса что-нибудь поменяем. Сейчас, это не здесь, а вот здесь. И не здесь. Почему? Наверное, паку все-таки. Где-то я видел хороший пример для копипасты. О, отличный пример для копипасты. Вот, смотрите. Вот. Вот, пожалуйста, цвет можно поменять. Давайте мы цвет поменим. Лейбл. Конфигурь, по-моему. Конфигурья. И вот так вот. Что? Не понял. Что сделано так? Фу ты, господи, конечно. Спасибо большое. Туплю. И правда. Давайте посмотрим, что случилось. Ой. Жмяк. Вот. То есть, что это значит? Мы можем... У нас есть два способа задания свойства объекта. При его создании и специальным вызовом метода конфигурь. То есть, это значит, на самом деле, что в работающей программе мы можем не просто изначально планировать внешний вид интерфейса, но и менять его по ходу. Вот. Сегодня мы этого делать не будем, но, в принципе, это нужная вещь, особенно в случае, когда у вас при изменении геометрии окна или каких-то кусочков внутри окна, да, нужно, чтобы все эти виджеты поехали в разные стороны. Вот. Ну, так же и цвет, там, какое-нибудь перекрашивание каких-то важных частей. Ну, в общем, это вот оно же. Интересно, а можно сделать то же самое с кнопочкой? Сейчас. Ну, допустим, не знаю, там, шмяк работает. Такие вот дела. Значит, обратите внимание, что свойства объектов – это то, что происходит с самими объектами внутри них, да? Но, вообще говоря, не только. Потому что мы можем, например, нашей лейблу сказать что-нибудь. Сейчас давайте подглядим в шпаргалку. А, нет, не можем. Не можем. Значит, это то, что происходит внутри объекта. Сюда не относится размер объекта, положение объекта на экране, его поведение при изменении размера всего остального. То есть, сейчас у нас они как бы расположены в столбик, и это все. Да, отсюда слышно. Товарищ решил выйти, но далеко не ушел. Спасибо. Да. Ну вот. И вообще мне как-то скучно. Смотрите. Ну, мы задаем еще один объект. Ну, не знаю, там. Label. Все тот же root, а текст равняется, ну, там, ку-ку. Добавляем его, а он добавляется еще раз вниз. То есть, фактически, если мы не управляем добавлением объектов, то упаковщик под названием grid нам их просто в столбик будет складывать. Неинтересно. Возникает идея, а давайте мы придумаем какой-нибудь волшебный алгоритм, который бы раскладывал нам наши объекты по тому контейнеру, внутрь которого мы их кладем, каким-нибудь умным способом. Это первая идея, которая всегда возникает у людей, и она всегда кончается очень плохо, потому что на самом деле умного способа не существует. Вы всегда можете себе вообразить, нафантазировать или из реалайфа взять такой лейаут, такое размещение виджетов на экране, при котором никакой умный планировщик, который сам будет думать, куда эти объекты положить, не справится. Вот. Поэтому самый первый из геометри-менеджеров, который придумали в ТК, который называется Place, вот, он же самый неудобный. Вот. И рекомендация по нему написана, обычно не используйте его. Вот. Я, тем не менее, его покажу, чтобы было понятно, с чем мы боремся, и почему вместо него мы выбрали что-то другое. Вот. Давайте мы опять заведем наше окошечко. root равняется ТК. Вот окошечко. Давайте мы на нем расположим, ну, давайте вот еще меточку заведем, да. И давайте мы его l1.pack.place. и где она? Ладно, давайте ее переместим. Скажем, что у нее x равняется 10, y равняется 10. А, кстати, давайте мы ее сейчас конфигурируем, то есть напишем вот так вот, color background равняется, ну, скажем, green. Чтобы было видно ее, и вот ее положим, положим. Все равно не видно. Ой, это не то. Сейчас. Так, где она там? Вот, завели эту меточку, вот ее положили. А, я понял. Так, ее все равно не видно. Давайте мы ее куда-нибудь положим в какое-нибудь место, ну, там, x равняется 10, y равняется 10. О, вот она. То есть, располагатель под названием place, упаковщик под названием place, позволяет, например, задать абсолютные координаты. Давайте мы его вынесем так, чтобы оно нам... Да не так же. Абсолютные координаты виджета. Вот, давайте мы его переместим. Ой. В общем, вы меня поняли. Он просто уезжает дальше, и все. Ему все равно. Это должно быть свойство того виджета, на котором вы это расположили. Само собой, оно там не возникает, да. Вот. Потому что, ну, понятно. С этим тоже есть одна волшебная проблема. Не знаю, доберемся до этого или нет. Когда возникают ползунки, видимая область уменьшается на размер ползунков. Вот. И там может случиться такой цикл, да, что вы его уменьшили чуть-чуть размер, появились ползунки, размер еще сильнее уменьшился. Ну, в общем, такое. Так, давайте мы лучше... Что? Угу. Ну, вот. Ну. Что-то я не понял. Что-то я не вижу, чтобы оно обновлялось. А-а-а. Не, непонятно. Но неважно. Возможно, дело в том, что она... Короче, main loop нужен. Без main loop такие вещи не проходят. Да. Ну, что поделать? Не, ну можно, конечно, вот так сделать. Что там? Что? Какой синтаксия же? А, ну в смысле его самого надо перерисовывать. Ну ладно. Короче, бог с ним. Важно, что вот так вот оно работает, да? Когда мы выпадаем в этот самый... Когда мы выпадаем в интерактивный режим... Вот, видите? Ну вот. О. Кстати сказать... А, просто кнопочку, да? Положите на нее, на нее жарит. Жмакать. Кстати сказать, вот поэтому-то ее и не было видно, это виджета у нас на экране, потому что по умолчанию располагался по координатам 0,0. Он у вас. Ну... А, ну да, там надо x равную. Ну, не важно. Важно то, что place. Значит, что еще умеет этот самый place? Ну, помимо абсолютного положения, вы можете указать положение относительное. Например, половина экрана, половина экрана. Да? Вот мы можем сказать вот так. Вместо этого сказать rel x равняется 0,5, rel y равняется 0,5. Ой. А, ну да. Только xy надо. x равняется 0, y равняется 0. Вот так. Чего? Это была запятая. О! Вот. Обратите внимание, что в такой форме я сказал наполовину окошка, значит, наполовину окошка. Она всегда будет посерединке. Вот. Ну, соответственно, мы могли сказать что-нибудь вот такое. Ну, кстати, здесь уже можно x не говорить. Например, вот так вот. Да? И она прилипнет кверху. Или вот так вот. Ой. Нет. Она прилипнет к какому-то из... Ну, к чему-то вроде низа. Ну, в общем, вот понятно. Относительные размеры. Вы можете также сказать, к какой стороне она должна прилипать, эта замечательная штука. Вот. Когда меняются размеры экрана. Да? То есть, вот. Сейчас здесь поставим 0.5. Здесь поставим anchor. А! Ничего не меняется, потому что она ровно посередине. Давайте вот так сделаем. Просто скопипастим отсюда. О! Значит, что сейчас происходит? Мы ее расположили... расположили... по x в конце. Вот. Только сдвинули на два знака места, чтобы она не пропала. По y... непонятно, почему два. Почему два, непонятно. Сейчас почитаем. И прилипили ее к north-east. North – это у нас низ, вверх, а east – это у нас право. Да? Вот она к правому и прилипла. Вот. Видите, пока... Поскольку она... А! y равняется 2. Это всего лишь отступ на 2. Вот он. И видите, поскольку она вниз-вправо, вот она пытается держаться вниз-вправо до тех пор, пока места хватает. А когда его перестало хватать, она вот здесь. Вот. Таким образом, мы можем напихать в наш... в наш... в наш контейнер много разных виджетов, указав им различный анкор, чтобы они в разных углах экрана торчали. Это если их 4. А если их много, и у них есть какое-то взаимное расположение, они будут сливаться, наезжать друг на друга, тесниться, не дай бог вы еще какую-нибудь логику решите, заимплементить, чтобы они друг от друга отбегали в случае, если они наезжают границами. Вот. Я такое видел. В общем, это такой, ну, довольно неудобный способ задания логики. Вот. То же самое относится к размерам. Видите, есть параметр real height и, видимо, и, видимо, real width, да, чтобы они немножко сжимались и немножко расширялись. Ну, в общем, такое. Неудобное. Вот. Тем не менее, тем не менее, иногда упаковщик place удобен, потому что, если у вас там нужно расположить один виджет внутри другого или в точности по определенным координатам, то вот именно это и требуется. Следующий упаковщик называется pack. Вот. И он просто простой. Мы можем либо в столбиках располагать, либо в строчку эти самые виджеты. Все просто. Вот. Ну, вот у нас упакованные упакованные в столбик пресловутые эти самые картинки. Ну, давайте это напишем сами. Так. У нас тут есть такая интернета. Да, значит, ни в коем случае не надо смешивать несколько упаковщиков, они сойдут с ума. Это понятно. Вот. Я где? Я здесь. Вот. Упаковщик типа pack. Шмяк. Что там, кукурику, да? Упаковщик типа pack просто добавляет наши штуки в столбик. Или, давайте посмотрим, сейчас, он их добавляет в столбик, а при этом, как выглядит, вот, центрируя. Вот. или в строчку, если мы говорим, к какой стороне он их прибавляет. Вот сайт, например, вот так. Давайте попробуем к ним еще что-нибудь добавить. Аминь. Тран inspir hooks. Угодь. СНИ. Аминь. Угодь. Аминь. И тут он говорит, слушайте, не сайз, а сайд. И тут он говорит, смотрите, я с дельюль, вы сказали, что слева должна быть эта кнопочка, она слева. Видите, да? Это часть упаковки в строчку. Тоже, кстати, сказать, ну, странненький способ, но манипуляция вот этими, а также, ну, манипуляция тем, к какому строчку или столбик вы добавляете, и к какому углу они прилипают, там же еще есть, ну, как это сказать, тяжесть, не тяжесть, стремление куда? Анкор, якорь, о, правильное слово якорь. Есть еще якорь, к которому месту эта штука должна стремиться. Вот. Может, наверное, дать вам, ну, некоторые простые, некоторый простой layout, когда нужно вот что-то такое несложное заимпримизировать. Вот. Кстати сказать, вы можете некоторым виджетом, кнопкам, например, это сказать нельзя, а вот лейблом это можно сделать. L3, допустим, конфигуре, конфигуре. Сказать, например, растягиваться на всю ширину. Это называется fill равняется x. Что, не может? Давайте посмотрим. А, pack, естественно, я тормоз. Вы не можете, это не свойство виджета. Это не свойство виджета, да? Размер виджета, как мы уже говорили, равно как его положение, это не свойство виджета. Размер виджета определяет упаковщик. Другое дело, что он, например, не может его сделать меньше, чем виджет этого хочет, чтобы текст, например, в нем не пропадал, да? Но, тем не менее, как видите, это не свойство виджета. То есть, это мы должны сказать вот так. Что? Что я делал? Что я сделал неправильно? А, опять сайт сказал. Сайт. Что-то он не захотел. Упаковываться. Не, не хочет. Ну, ладно. Давайте эксперимент заново проведем. Я, кстати, не могу объяснить, почему это так. Да что ж такое? Сори. Калатурка неудобная. Во, наконец-то всплыло. Давайте еще раз попробуем, значит, чем там хотели. Мы хотели скопипестить вот этот пример, да? Этот пример, разумеется, заработает. Дальше хотели скопипестить вот этот пример. Во. FillX. А, теперь мы не можем, там, к сожалению, V было. Ну, ладно, давайте еще сделаем такой-нибудь, какой-нибудь V. Сейчас, не только не так, а вот так. Скопипестим еще вот этот пример, но назовем его по-другому. И посмотрим, работает ли конфигуре. Потому что у нас конфигуре не работало в прошлый раз, да? V.pack. Сайт равняется write. Ну, вот он. Кстати, обратите внимание, что они находятся в одной, в разных строчках. Видите? Вот. То есть, он их упаковывал в столбик, а только приплюсовалось правую или клемму. И сейчас, похоже, конфигуре у нас не должно сработать, да? Где там конфигуре? Вот. V.configure. FillAwnNateX. Да. А, нет, это пак. FillAwnNateX. Х большой. Все. Видите? Повторная упаковка не привела к тому, что эта штука расширилась. То есть, видимо, это делается только один раз. Обратите внимание, что упаковщик pack не такой уж глупый. Он, например, умеет уменьшать размеры виджетов, когда им совсем не хватает места. Вот. Но, ой, но как с его помощью сделать что-то разумное, я, честно говоря, не знаю. По этой причине в большинстве случаев рекомендуется использовать упаковщик, который называется грин, с которым мы, собственно, начинали. Но начинали мы с него как с очень простой такой штуки. Вот. Давайте вот что сделаем. Давайте мы возьмем вот здесь вот и вот, да. Начинали мы с очень простой штуки, с этого самого грин, просто как упаковщик в столбик. Давайте для начала сделаем упаковщик в строчку. Для того, чтобы сделать с гридом упаковщик в строчку, надо всего лишь сказать, какую ячейку таблицы... Грид — это же решетка. Какую ячейку таблицы будет занимать соответствующий виджет. Давайте посмотрим. Это вот здесь. Нет, это place. Это вот здесь. The Grid Manager — это вот здесь. Вот. Смотрите. Что такое Grid Manager? Это расположение виджетов примерно в том же виде, в котором, если кто когда дизайнил HTML-таблицы, или вообще таблицы с ячейками разных размеров, так вот это расположение виджетов внутрь вот такого рода ячеек. Причем, как видите, вы можете сказать ровно так же, как в таблицах, что виджет занимает одну ячейку, несколько ячеек, несколько ячейок по вертикали, несколько ячейок по горизонтали. Соответственно, для того, чтобы занимать несколько ячейок, нам надо просто сказать, в каком ряду и в какой колонке... Забыл это слово. Колонка? Ну, хорошо. В какой строке, в какой строке, в каком столбце... Я вспомнил эти слова. В какой строке, в какой строке, в каком столбце находится ваш виджет. То есть мы можем сказать так. Здесь написать... КОЛУМНЫ. МУМНЫ. ЛУМНЫ. Равняется 1. Давайте посмотрим, что получится. Получилось то, что мы ожидали. Во-первых, при добавлении с помощью грид автоматически увеличивается номер строки. Поэтому у нас первый виджет находился в нулевой строке, второй в первой строке, а третий во второй. Во-вторых, поскольку мы явно указали номер колонки справа, эти двое находятся в нулевом столбце, а этот находится в первом столбце. Но если мы хотим, чтобы он находился при этом в нулевой строке, то мы должны сделать, естественно, сказать ему вот так. Вот. Вот. О, смотрите. Теперь более-менее видно, по какому принципу упаковщик под названием грид вообще упаковывает виджеты. Он просто выбирает максимальную ширину и максимальную высоту соответствующего столбца и строки. Вот у нас три виджета, разложенные таким вот образом. Давайте это закоммитим, что ли уже. Вообще говоря, хорошей практикой является, конечно, не доверять вот этому автоматическому увеличению, а прямо пальцами рассказывать, какой виджет, в какую строчку, в какой столбец вы хотите класть. То есть написать вот так вот. ROW равняется нулю. COLUMN. LUMN. Что-что-что-что? Что это было? COLUMN. Что ж такое-то? Вот. Равняется нулю. Здесь ROW равняется нулю. COLUMN равняется... Нет, ROW равняется одному. COLUMN равняется нулю. Вот. Давайте уберем отсюда минус I. Ну вот, совсем хорошо. Хотелось бы, чтобы это еще... Вот эта штука была... Так, давайте мы сейчас выйдем. Давайте мы это запишем. Что тут такое? Вау, какое волшебное слово. А, я знаю. Вот так вот. Упаковщика GRID. Да? Шмяк. Вот. Обратите внимание на вывод команды GID STATUS. Переключаемся на GID. GID STATUS нам говорит, что ваша рабочая копия находится на бранче мастер и на один комит опережает ваш публичный репозиторий, к которому, напоминаю, к которому по публикации привязан ваша рабочая копия здесь. На один комит опережает. И она нам советует опубликовать то, что мы сейчас сделали в публичный репозиторий. Я бы сказал, что надо не торопиться это делать. Почему? Ну, для начала давайте почитаем, как выглядит комит месседж. Да нет, нормально он выглядит. Давайте посмотрим, как это работает. Ну, ладно. Ну, вроде работает. Ну, может быть, можно и запушить. Не знаю. В конце запушим. В принципе, пушить можно сейчас, но не обязательно. Давайте лучше дальше поработаем с ним. Что мне не нравится? Мне не нравится, что у нас вот это вот... Плейбл давайте мы ему еще сделаем. БГ равняется какой-нибудь... Это такой цвет. Давайте проверим. Есть такой цвет? Есть. Пич паф? Пух персика. Очень поэтичное название. Мне надоело слово quit. Давайте все-таки перепишем на нормальные. Вот. Смотрите. Что здесь не так? Хотел бы, чтобы этот лейбл был шириной во все окошечко. А то он чего-то вот такой вот. Окей. Давайте сделаем шириной во все окошечко. Для этого нужно что сделать? Для этого нужно его при упаковке как-то модифицировать. Да, мы помним, что это не свойство виджета. Размер виджета не свойство виджета. Размер виджета это дело упаковщика. Вот. У него есть слово sticky. Sticky. Значит, sticky это к какому краю он будет прилипать? К левому, к правому, верхному и нижнему. Ну, соответственно, чтобы не путать право и лево, в некоторых случаях это не всегда удобно. Или верх и низ, если у вас монитор лежит таким образом, что вы не знаете, где верх, где низ. Принято их называть северо-запад, восток и юг, как на глобусе, как на карте. Так вот, если мы сделаем атрибут sticky v плюс e, то есть и запад, и восток, то мне кажется, что он будет прилипать к обоим краям. Давайте это проверим. Все хорошо, только он, как это правильно сказать, размер-то не меняется. А вот размер не меняется, это не так просто сделать. Ну, хорошо, ладно, пока это оставим. Давайте лучше вот так еще сделаем. Давайте сделаем шириной в две колонки. А вот тут прямо написано, как это делается. Прямо так же, как в HTML. Coldspan, помните такой есть атрибут? Красотища. Обратите внимание, что по-своему упаковщик grid тупой. Он, в отличие от упаковщика pech, не пытается изменить размеры виджетов, например. Да, он задал для них границу и в таком виде живет. Ну, чего, давайте это запушим. Так, стики пока уберем, потому что мы не знаем, как им пользоваться. Потом узнаем. В смысле, сейчас узнаем, но сначала без него. А вот Coldspan и цвет... Так. Что это такое? Как это называется? Удвоение столбцов? Нет. Двойная ячейка. Так. Теперь давайте все-таки разберемся со стики. Почему она у нас не работает? Да. Если она там будет, да, закрывает. То есть, если вы внезапно заплейсите на одно и то же место несколько виджетов, они друг друга перекроют. Я говорю, по-своему, по-своему, grid самый простой упаковщик, и этим он хорош, потому что вы никогда не сможете сами себя перехитрить с его помощью. Так. Так. Там, по-моему, нужно вызывать какое-то волшебство. Сейчас я его найду. Для того, чтобы стики работало, нужно сначала... Сейчас. Сейчас. Нужно сначала... Вот то ли здесь, то ли здесь, то ли здесь. Сейчас посмотрим. Вот. Вот. Значит, нужно ему сказать colon-конфигурь и row-конфигурь, чтобы, значит, при изменении... При изменении размера... Она вообще существует. Давайте попробуем. 0. Короче говоря, сейчас ситуация следующая. Мы меняем размер... Размер нашего окна, а на самом деле никто не знает, что он меняется. Вот. Так. Сейчас так не работает, да? Мы уже проверяли это. Не работает. И надо... 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 Надо сделать вот так вот. Ну-ка. О! Обратите внимание, что в очередной раз наш упаковщик под названием грид провел себя как несколько тупой. Он просто... Он просто... У него просто ячейки наезжают друг на друга. Та, которая была положена позже, наезжает на те, которые были положены раньше. Все. Первый наезжает... Нет. Третий наезжает на вторую на первую, а второй наезжает на первую. Вот. Значит, что здесь произошло? Смотрите. Я вызвал метод, который называется columnConfigure и rowConfigure. Можно почитать... Давайте почитаем. Потому что... Сейчас. Мы меняем... Тем самым меняем свойства нашего окна. О! Здравствуй, StackOverflow. Наверное, стоило все-таки в документации считать, а не StackOverflow. Ну, может быть, на StackOverflow просто скажут. Нет. Да, мы не просто приклеиваем, мы говорим, что они тяжелые, что они... Остальные едут, да. Все так. Вот. Короче говоря, мы можем... Более того, мы можем... Мы можем... А вот эта хорошая документация, она мне понравилась. Большая-большая книжка по ТК Интер. В Нью-Мехико... Нью-Мехико Технологика. Вот. Вот. А, это про каждую колонку, так говорится, и про каждую строчку. То есть мы говорим, какой вес у каждой колонки, и, соответственно, изменение размера будет пропорционально их... Как интересно. Давайте попробуем. То есть вы хотите сказать, что если ему скажу вот так вот... Таблица стиль еще не изобрели тогда, ну что вы? И точно, смотрите, что произошло. Видно, нет? Сейчас давайте сделаем их разноцветными и попробуем их расширить. Тут можно стики написать, интересно. Можно. О, отлично. Вот теперь видно, что происходит. Что мы сделали? Мы сконфигурировали нашу решетку, нашу табличку, и сказали конкретно, что у нас тяжесть нулевой и первого столбца равна, соответственно, единице и двум. Это значит, что при изменении размера первый столбец будет увеличиваться, уменьшаться в два раза быстрее, чем нулевой. Вот. Теперь мы распихали туда наши виджеты и получаем вот такую картинку. Смотрите. Видите? Причем, если приглядеться, вы можете заметить, что второй виджет наезжает-таки на первый, но в размерах он увеличивается быстрее и медленнее. Ну и, соответственно, уменьшается быстрее. Видите? Вот. А, ну мы же сказали стики только по высоте. Давайте мы вот в таком виде это закоммитим. Это что у нас? Это работа с колонками. Да? Изменяемые колонки грид. Опять не по-русски. Хорошо. Шмяк. А теперь давайте мы, конечно же, сделаем еще и по высоте их таких же, да? Это значит, стики будут EV плюс S плюс N, да? И здесь тоже. А здесь пускай будет EV плюс N. И тогда у нас, по идее, должно случиться следующее. У нас кнопки должны расширяться по высоте, а розовый наш label просто прилипать к ним снизу. Так и есть. Такие дела. А, нет, стоп. Это у нас просто вторая строчка не отконфигурирована. Минуточку. Это еще не все. У нас вторая строчка имеет тяжесть 0. Поэтому она не расширяется. Ну, кстати, может быть, так и надо. То есть давайте мы явно это напишем, что строчка номер 1 имеет тяжесть 0. Вот. Ну, чтобы было поменьше умолчаний. Во. Шикарно. Если бы она имела тяжесть 1, то мы бы увидели ту картину, которую я предсказывал в самом начале. А именно... Вот, видите? Почему этот label не расширился? Да потому что мы не написали сюда S. Вот сюда. Поэтому он просто прилипает кверху. А расстояние под него, то есть та ячейка, в которую он влезает, она, естественно, увеличивается. У него тяжесть такая же, как и здесь. Написать вот здесь 10. И она будет медленно расти. Вот, видите? Шикарно. Значит, но это еще не все из того, что я сегодня хотел рассказать про упаковщики. А, нет, слушайте, у нас там есть еще одна важная вещь. Сейчас. Тогда я... Давайте закомитим. Да, на этой клавиатуре переключательный на русский язык не там находится, где везде. Вот. И у меня там написано, что если успеем, надо еще посмотреть одну штуку. стрингвар, фрейм, о, фрейм еще. Черт, не успеваем. Тогда стрингвар не будем. Или будем. Давайте попробуем успеть и то, и другое. У нас есть немножко времени. Значит, смотрите. Зачем нужен фрейм? Фрейм — это просто рамка. Фрейм нужен ровно по одной причине. Если вы попытаетесь затолкать все виджеты на одно пространство окна и потом устроить какое-нибудь интеллектуальное их перемещение внутри этого окна с помощью «place» руками, то вы увидите, в общем, довольно печальную картинку, как они бегают по экрану, автоматически сами друг под друга залезают, и так далее. Поэтому, когда у вас довольно много виджетов, очень удобно их группировать в прямоугольнике, внутрь этих прямоугольников складывать, и, что самое главное, внутри каждого прямоугольника свой собственный упаковщик. То есть, когда вы говорите «виджет.grid», вы его упаковываете в таблицу, находящуюся внутри его родителя. Соответственно, вы можете просто положить две рамочки на рутовое окошко, и в каждой рамочке устроить свой собственный упаковщик. Например, в одном «place», в другом «grid». Например, вы можете устроить упаковщик типа «place» для рамочки, а внутри рамочки устроить упаковщик типа «grid». В большинстве примеров рекомендуется использовать… Не рекомендуется класть виджеты прямо на рутовое окошко, а рекомендуется использовать рамку, которая их ограничивает. Почему так, я не знаю, но мы будем следовать этому закону, поэтому мы возьмем и здесь напишем что-то типа «tk root» внец «tk». И там где-то в конце еще у нас было… А здесь мы напишем еще рамочку, скажем, что… ой, скажем, что root равняется rame tk.k root. Вот. Кстати сказать, если я сейчас сделаю вот так вот, я думаю, что сейчас все заработает, кроме одного… ой, а, его надо было положить, извините. root. Ну что, пак? или плейс? О, реал. нет ничего правильно все левый верхний угол этого окна действительно находится посредине только обратите внимание наш эффект пропал потому что наша рамочка теперь ровно вот такая мы этого не видим но она находится вокруг этих окошек и никуда не девается ее тоже тоже надо это же надо прилепить прилепить вот этот самый стики до так плей же именно поэтому он себя так везет ну-ка а если так нету стики а что есть время нам поджимает а вот real real hit real with да сейчас а что это такое относительный размер видимо единица должна быть да давайте попробуем стики нету зато есть real так ну-ка о попал вот так значит давайте я все-таки одну вещь скажу и я попробую успеть еще две вещи рассказать кору коротко значит тут еще надо всякие при создании окошечка еще нужно можно задать размер рамочки например вот под это отступ это отступ от рамочки чтобы чтобы видишься друг на друга не наезжали и это можно сказать в raw configure до пазинг пазинг вот но я хочу нет я хочу чтобы у самого фрейма это было давайте прямо во я значит чуть-чуть и знаешь надо делать нужно сделать вот так вот где на тот тороплюсь нужно сделать вот так да что там root . конфигури не не умеет чай минуточку да root я root сказал чаще 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 чем на ворот смысле вот так что это без разницы ладно не успеваю забыл это подготовить к сожалению давайте мы лучше с этими сами с рамочками разберемся потом у нас есть еще два две вещи о которых хотел рассказать нет одну вещь точно не успеваю хорошо тогда одну вещь окей значит string var ну я знал что мы не успеем у меня даже было написано значит что у нас тут творится ой что это кстати смотрите вот я сказал у нас у меня есть измененный файл в рабочей копии я могу get div она говорит что тут произошло использование рамочки использование рамочки окей значит так и запишем да тут больше ничего не произошло да больше ничего не произошло вау опять не по русски вот вот и вот я значит ну давайте давайте по ревью им немножко кстати гитлог минус п покажет еще и патчи использование фрейм строк строки и столбцы изменяемый размер ячеек двойная ячеек использование строк столбцов покорщик значит слово строки и столбцы мне вот этот комит месседж не нравится что здесь надо написать на самом деле различные изминаемые размеры да как то так ну вот это не это не говорящий комит месседж а возможно надо написать строки и столбцы различной тяжести тогда вот тут надо было доставить 1 черт задача я обнаружил себя в истории неправильные изменения вот я хочу чтобы здесь было один вот в этом месте а когда в другом комите хочу чтобы были строки столбцы различной тяжести что мне делать переписывать историю хорошо ли переписывать историю тут вот говорят неплохо переписывать историю а я отвечу хорошо до тех пор пока вы ее не опубликовали у меня пять комитов не опубликованных а я отлично могу с ними сделать что хочу что я делаю чудодейственный гид для начала делаю fix up комит если много веток там будет жесть да пока нет пока все проще если это ваша разработка и вы то вот прямо сейчас еще раз я буду переписывать историю только на неупубликованном кусочке только в рамках вот этих пяти комитов иначе иначе это будет смерть на взрыве хочу попроще это сделать как бы это сделать попроще нам нужно что сделать нам нужно не получится не получится слишком маленькие изменения сейчас дайте подумать вот тут вот не получится я хочу сделать единицу значит надо вот короче нам историю придется переписывать прям переписывать не хочу нет аминд аминдом но я хочу вставить вот сюда то есть надо делать fix up короче черепик нужен ладно проехали я к следующему разу подготовить смотрите какая задача которую мы сегодня не решили просто за отсутствием времени в неопубликованной истории обнаружился плохой комит мы хотим его поправить я хочу чтобы вот в этом в этом месте у меня была единичка потому что здесь я всего лишь иллюстрирую что виджеты могут ресайзаться а вот в этом месте я хочу чтобы у меня была была и единичка и двоечка потому что в этом месте я иллюстрирую взаим ну как бы относительно вот поправить комит в еще не опубликованной истории можно если при этом вот это исправление вот сюда допустим я вношу единичку где она там вот сюда вот я вношу единичку не повлияет на оставшуюся историю то все клево но я точно знаю что оно повлияет потому что вот у нас контекст здесь внезапно появится единичка этот комит уже не приложится и там будет целая работа так называемый мерж мержинг одного изменения с другим сегодня мы это делать не будем но задачу мы такую повесим как заниматься исправлениями задним числом вот разумеется это можно делать только на неопубликованном кусочке или по договоренности со всеми кто потом с вами с вами мержится пока что оставляем так вот значит публикуем и чё интернет и что-то я вообще интернета здесь не вижу а вот они а понятно нет не понятно он же должен был спросить у меня это самое а у меня нет ключа да нет все нормально сейчас попробуем пускай пускай что-нибудь расскажет ну просто медленно я я просто не дождался ну давай 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 интернет короче пока на это все происходит а то я так и не покажу как это сделать пока это все происходит расскажу главную вещь которую я собирался рассказать сегодня и уже почти почти про ворону этот момент как работать с чужим репозиторием хорошо если вы склонили свой вы можете обратно его запушить я надеюсь что можете вот ну я не понимаю что они там бум как это сделать если в репозитории чужой варианта два вариант первый вы создаете репозиторий где-нибудь пустой где-нибудь клонись оттуда пустой репозиторий давайте мы это сделаем черт я не рассчитывал что у меня не будет интернета давайте мы еще раз попробуем тут запушить вот а сейчас пока что такое с ним мне не хочет что дело не так а у меня же получалось сделать видпу что у меня спрашивал логин и пароль окей это важно погодите слушайте может кто-нибудь подскажет что я туплю что я делал неправильно с этим вашим гитхабом что что по хтпс в том то и дело что по хтпс он просто должен был спросить логин и пароль тупо и нелепо я вот до этого ровно так и сделал в том-то и дело что не по ссс никого ключа Ничего, он просто должен был спросить логин и пароль. Ну, в том-то и дело, что вот же, вот в этом месте, да, он должен был всего лишь туда полезть, сказать, какой у вас логин, какой у вас пароль, и на этом как бы, ну, а он говорит, анониму саксесс. Окей, давайте почитаем доки. Может, я что-то делаю не так. Извините, что всех задерживаю, но это важно. В этом будет домашнее задание. Да нет, все вроде норм. Вот, тут юзернейм нужен. Для пуша нужен юзернейм. Вот видите, молчит, как рыба об лед. Так, давайте вот что сделаем. Давайте мы на этом все-таки остановимся, чтобы я здесь не тупил. Значит, моя задача, это, к сожалению, войдет в наше домашнее задание, это нужно будет воспринвести самостоятельно. Но я эту штуку воспринведу, так или иначе. Значит, моя задача написать краткую методичку, как обратно это запушить и как склонировать. Просто мы не успели сегодня это разобрать, а это нужно будет сделать к понедельнику, который через неделю. У нас срок выполнения домашних заданий 10 дней. Домашнее задание – склонировать ту репу, которая у нас была, воспроизвести те действия, которые делал сейчас, и сделать еще немножко. Разложить две кнопочки, две лейблы, и чтобы при нажатии на кнопочку изменялось, что-нибудь такое происходило, цвет изменялся у лейбла, что-нибудь такое. Я это напишу. Почему вот эта фигня не работает, я пока не знаю. Может быть, это у нас интернет такие, и на самом деле все работает. Не могу сказать. Я тогда дома это проверю, и работающий вариант будет в конспекции лекций. Хорошо? Все. Тогда если какие-то вопросы задавайте, ничего сложного в текущем домашнем задании нету, вы вполне можете его, так сказать, пропинать. Но, но лучше задавайте вопросы в контактной группе. Все. Если нет вопросов, то всем спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok